Мы продолжаем наши занятия по чтению недельного, комментарий к недельным разделам. Мы договорились чередовать один раз статья Ханан Парата, а другой раз комментарий Раба Адина Штензальца, который включает и то, что разбирается в статье, которую мы разбираем у Ханан Парата. Ханан Парата, мы находимся на недельном разделе ТОК ДОТ, и там у нас главная тема была, сейчас секунду, я только себе указку здесь эту возьму, у нас главная тема была вот эта вот ВАИАТЭР, помните? Там как бы главная проблема была, потому что написано и ЦХАК ВАИАТЭР, и потом Всевышний ВАИАТЭР, и это было самое главное. Ну, Штензальца, конечно, совершенно этого нету, вот у него некоторые встроенные комментарии, как мы говорили, есть текст ТОРы и огласованные, а внутри есть такие мостики, которые делает Раб Штензальц, которые помогают лучше понять текст. Прямой связи с статьей Ханан Парата, конечно, нет, потому что здесь как бы не идея построить какую-то модель или, в общем, какую-то идею. А здесь идея представить КЕК в самом, как бы, ну, таком простом, понятном понимании. Окей, хорошо, после этого объяснения мы начинаем. Ну, хорошо, вот у меня в списке Арслан первый. Хорошо, можно начинать, вот начиная прямо с заголовка. Яков. Яков. Ассе. Исаб. Это так зовут Исаб. 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 Вехаб. Ора. Вехаб. Тут немножко, наверное, плохо. Брахот. А, В, А. А, Бехура. Бахура, Бахура. Да, да. Бехура – это от глагола существительства. То есть существительство Бехура – это первородство. Окей? От слова Бахор – первенец. Хорошо? Можете читать вот здесь. Это некоторое, как бы, маво, предисловие вот к этому отрывку Рабина Штензальца. Да, можно читать? Ага. Да, ну, можно сразу переводить, чтобы было более понятно. Только здесь Туру. Потому что это Уфаль. То есть, как бы, это страдательное. Да, поэтому это Ваф, это Ум. Ну, хорошо, дальше. И после того, да? Да, правильно. Туру – это как были описаны. Летар – это описаны. Правильно? А Туару, соответственно, это пассив. То есть, как были описаны. Описанных, да? После описанных. Описанных, типа? После того, как были… Ну, можно, мы посмотрим. Описаны. Талдотав, Талдотав. Ну, родословные. Так что, правильно. После того, как были описаны. Да? Лукицер. Большие. Да, в большой спешности. Нет, не знаю. В большой краткости. Очень коротко. Если вы помните, заканчивалась предыдущая история, да? Это тем, что одним махом закрыли всю историю с Исалом. То есть, просто прошлись дословно… Ишмаэлем. Ишмаэлем, да. В тексте Торы просто все Ишмаэль, чтобы закрыть эту тему с ним. Окей. И это то, что он написал. Лахар. Толду там, что Ишмаэль. Да, только там, что Ишмаэль. Продословные. Родословные Ишмаэля. Кто родился от кого, как, как, как. И все. И на этом, как бы, Ишмаэль больше с арены ушел. Все. Дальше. Митмакэр. Когда говорится «котов», по-русски переводится «писание». Тогда «писание» концентрируется на рододословании Ицхака. То есть с Ишмаэлем быстро кончили, а дальше подробно начинается, что происходит с Ицхаком. Окей, дальше. Кан, Кан, Кан – это здесь. Кан, 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 Толдот, Эйнан. Эйнан, Эйнан. Эйнан, Митьяхсот, Лерешмит, Лерешимат. Замечательно. «Хацацайм». «Хацацайм», похоже на «ацацу». Ну, хорошо. Да, похоже. «Бильват». «Эле, Лесипур, Техаим, Анитха, Ахаим, Шэль Ицхак». Да, да, можно перевести. «Кан, Толдот, Эйнан, Митьяхсот, Лерешимат, Саацайм, Бильват. Эла, Лесипура, Хаим, Шэль Ицхак». Итак, переводим. Здесь. В смысле здесь это после Ишмаэля. Здесь это то, что сейчас перед нами. Здесь родословные Эйнана. Но они нет. Но дословно они нет. Родословные не соотносятся... Соотносятся на Ресимат, Решимат. Списку или перечислением. Саацайм – это отпрысков, ну дослойно. Это как бы порождение. Потомков. Ну, потомков. Правильно, потомков. Правильно, потомков. Потомков, кроме тех, описанных живых. Нет, бильват, бильват – это только, да? А мы говорили вот это вот слово Эле, когда Аллаф и потом Аллаф. Оно отрицает то, что было до него. То есть здесь, в отличие от родословных, в смысле Ишмаэля, да? Здесь родословные, они не соотносятся только с списком отпрысков. В чем-то же, помните, у Ишмаэля, если бы там по-простому, это родило этого, это родило этого, это родило этого, это родило этого. То есть некоторые перечни инвентаря. А, Эле – это А. А написанное... Нет, Ласипур – это рассказ. А рассказанное, да. А рассказанное живым Ицхаком? Нет, Сипур Хаим – это смехут. Рассказы жизни. То есть биографию Ицхака. То есть, грубо говоря, здесь не просто перечисление, кто родил кого. А здесь описывается история жизни, чего у Ишмаэля нет. Там никаких подробностей нет. Там просто перечень, кто кого родил. Поэтому, конечно, здесь, в истории Ицхаком, там совсем, здесь совсем другое описание. Это то, что нам хотят сказать в этом предисловии. Дальше. Убейкар. Убейкар лишь Эла. Правильно. Мишней Абаним, ше Йолдуло. Йе Валду. Йе Валду. Это уже не фаль такой. Йолдуло. Ве Леривка. Да. Яков. Ве Исак. Ихе Мемшихо. Мамшихо. Правильно. Замечательно. Итак, перед нами сейчас будет история жизни Ицхака. И дальше. Что такое Баекар? Дорогой? Нет. Вот это часто надо поменять. Дорогой, правильно. Только там нету Айна. Когда это с Айном, это надо запомнить, потому что это часто сбивается. Баекар – это в основном. Икар – это основа. А в основном на вопрос, кто из двух сыновей, родивших ему Ривкой. Нет, который родит ему Ривку. Или которые уродятся у него. Уродятся – ужасное слово по-русски, но урода, походим. Уродятся у него, родятся ему Ривкой. Вот так вот дословно. Йе Валду, Йе Валду – это не фаль, правильно? То есть, они будут ему рождены. Окей, Ривкой. Кто они? Яков и Исаф. Да. И они будут… И Ямам Шихот. То есть, это возвращается. Так построена фраза. У Баекарла и Шейла ми мишне абаним Яков и Исаф Юмам Шихот. Главный вопрос – кто будет продолжателем дела Ицхака? Ицхак о Яков. И понятно, что это идет по линии первородства. Потому что так было заведено, что тот, кто первородный, тот, как бы, получает все либо основные броходы, которые от отца. Поэтому здесь вот эта вот вся история – это история «Кто будет». И просто я вам в скобках говорю то, что, как бы, все уже давно знают. Это, в принципе, где-то параллель с тем, что было у Авраама. У него тоже был, как бы, Ицхак и Ишмаэль. Ишмаэля отрезали, и остался Ицхак. Значит, здесь продолжается такая же схема. Из этих глухов должен быть избран один. И на этом будет фокусироваться писание. Дальше. Вот это очень похоже «Ивалет». Это так пишется «Нифаль». «Нифаль» в будущем времени так и пишется «Итапэз». Которая будет схвачена глазами, дословно говоря. «Итапэз бэээйней асу». Исав. Он у нас будет часто здесь попроят, это Исав. Исав. Кидвар шэльма бэхор. Бэках. А, бэках. Харэй Шияаков. Роээ. Мишмаэот. Да, Мишмаэот. Мишмаэот. Мишмаэот раба бэмээурэ. Бэмэура. Зэ. И так же с тем, что Итрахэш чувствует, да? Сейчас, 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 сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Убэйка. Усламэ, Мишнаэбанэ. Гам. И Маши Итрахэш Кан. Даже, даже, если то, что будет происходить здесь. Ну, в этом смысле, в этом истории. Итапэз. Итапэз будет дословно. Итапэз бээйне и сад. То есть, будет схвачено глазами Исава. Ну, давайте так по-русски не перевести. По-русски правильно перевести. Будет представляться в глазах Исава. Вот как бы вот так надо сказать. Но дословный перевод будет схвачено в глазах Исава. Но дословный перевод будет представляться Исава. Кедвар шельма бэках. Это как нечто несущественное. То есть, несмотря на то, что Исав, он написано, пренебрег своим первородством. Правильно? И можно считать, что никакой особенной борьбы между ними не было. Ну, просто сейчас мы будем читать. Ну, просто его продал и все, грубо говоря. Но, тем не менее, несмотря на отношение такое, ну, непрезвительное, как на другое слово сказать. Пренебрежительное. Да, пренебрежительное отношение Исава к этому. Тем не менее, это основа этой истории. И вот дальше через запятую писать. Ра-рей. Ра-рейши Яаков Ро-э. Машмаут. Да. Раба. А, мы же читали так. Это так. Ведь Яаков видел... Машмаут. Много чего-то. Машмаут. Сейчас, секунду. Мне надо человеку написать. Так, 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 так. И что? Окей, окей, окей. Ра-рейши Яаков Ро-э. Машмаут. Раба. Бэ. Мэ. Ура. Зэ. То есть, несмотря на то, что Исава к этому относится пренебрежительно, да, через запятую. А-рей. А-рей это ведь. Машмаут Раба это большой смысл. Большой смысл. Большое значение, большой смысл. Мэ. Ура. Это событие. Мэ. Ура. Это событие. Надо запомнить, как это пишется. В начале Алла, в конце Ай. Мэ. Ура. И это нормальное слово тоже современное. Вообще, весь комментарий Штензарца, он построен на современном как бы языке. Он написан для людей, которые они не знают арамейский. И надо на них писать нормальным, как бы, евритом сегодняшнего для того, чтобы они понимали. Окей. Поэтому здесь не встретятся слов, которые не встречаются в современном еврите. Да. Итак. Значит, несмотря на это, Яков видел, придавал этому событию большое значение. Дальше. Штен. 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 А почему он видит в этом большое, как бы, придает ему большое значение? Штен. Потому что, действительно, Бо и Кава. Вот смотрите, у нас три раза одно и то же. И Кава, и Тапес, и Валет. Это все будущее время Нифаля. Да. То есть, что это означает? Потому что в нем будет установлено. То есть, не он установит, а в нем будет установлено. И Кава. Что будет установлено? Что он будет править. Он будет главным продолжателем. Ла-Амших – это продолжать. Он будет главным продолжателем. Он будет главным продолжателем семьи. Шен-Миш-Паха. Да. Ла-Харму. После смерти Ицхака. Да. После смерти Ицхака. Ну, все как бы, смысл более-менее понятен. Правильно? Да. Вопросы есть? Вопросов нет? Аня молчит. Ну, хорошо. Идем дальше. Все молчат. Да. Все молчат. Ну, не знаю. Давай, Лен, читай. Ты Вээлл Толдот. Сейчас. Да, я вернусь к вам. Машина закрылась. Секундочку. Я сейчас. Что-то у меня тут гликнуло. Вээлл Толдот. Истретилут. Истретилут. А, мать. Ой. Правильно, правильно. Машина что-то влезла на экран. Истретилута Маасим. Шель Ицхак бен Авраам. Ну, Авраам. Ну, хорошо. Да. Ну, я сейчас переведу. Вот история, да. Цепь событий. Цепь событий. Здесь поясняет, что такое слово Толдот. Толдот это в смысле цепочка событий. Правильно? Истретилут. Истретилут это цепь событий. Да, все это будет наиболее хороший перевод. Да. Шель Ицхак бен Авраам. Авраам улит этот Ицхак. Ицхак сын Авраама. Авраам родил Ицхака. В Ицхак бен Авраам шана. В Ицхак бен Авраам шана бе кхато это ревка. Бат Батуэля Арами не падан. Мизде Арам. Он объясняет. Ицхаку было 40 лет, когда он взял в жены ревку дочери Патриэля Арамейца. Из Патана поля Арам Шайта, которая была охотой Лавана Арами Лоли Иша, которая была сестрой Лавана Арамейца. И себе в жены. Правильно, хорошо. И мы тут видим, что здесь Штензальц идет. Потому что есть как бы... Раша, по-моему, вообще там даже пишет, что... Он пишет как? Зачем написано? Не очень правильно написано. Если опустить как бы Штензальца. Это как получать повторение. Если написано Ицхак бен Авраам, то понятно, что его Авраам родил. Правильно? А зачем тогда писать Авраам улит этот Ицхак? Если он бен Авраама, зачем писать Авраам улит этот Ицхак? Но, поскольку главная задача Штензальца это не объяснение, как бы, все-таки построенное на каком-то типа мидраше, вот, то он идет по-простому. Он объясняет, что это и что с чего там Асим. Все-таки переводит все это в последнее событие. Хотя вы все знаете, да, что есть много объяснений, в основном, которые, насколько я помню, объясняют такую штуку, что, поскольку Авраам был очень пожилой, типа, там, сто лет, да, вот, то над ним смеялись и говорили, что вообще это не его сын. Потому что такого старика не может родиться сын. И поэтому Тора здесь подчеркивает, что это действительно Авраама его улит, то есть он его отец. Вот это, но, как бы, вы видите, что Штензальц по своей шите, он к этому не соотносится. Ну, хорошо, мы будем, может быть, такими кусочками, чтобы было нестучно. Дождь, да, прочтет посылка. Идти, ну, он объясняет, что он сильно молился. Вы помните, да, это совершенно не похоже на то, что там было с вилами переворачивать все, вся, как бы, конструкция, которую построил Ханан Пара. Здесь что-то вообще не. Здесь самый простой смысл, Геотер просто сильно молился, все. Да. Идсхак Всевышнему, Ленохах и что, он объясняет Ленохах и что, Ленохах в присутствии своей жены, да, он объясняет. И так, и так, написано, мули что, вали что, за жену, в присутствии жены. Ну, нохах, нохах все-таки простой перевод, это в присутствии. Ну, в присутствии, да. Ну, нохахут. Ну, ну, как бы, окол, ну, да. Потому что она не рожала ему. Нет, подожди, ты вообще не прочитал это на иврите, слегка. Правильно. Ну, она не рожала много, в течение многих лет до тех пор, пока он не обратился с молитвой к Всевышнему. Подожди, только прошло много лет, бемешек шанин, которые... Да. Которые прошли с тех пор... Которые прошли с тех пор... После женитьбы. Да. После того, как они женились, и до того, как он начал молиться. Да. Ну, говоря, 20 лет прошло. 20 лет не было, поэтому считается, что человеку 20 лет у них нет, то, в общем, надо что-то с этим делать. Окей? Исик, ицхак. Ну, как бы он, как бы... Ну, по-русски, вообще, и хорошее слово допер. Ну, как бы, исик, в смысле... Ну, допер, да. Асик, восканод, это... Да, понял. Ну, понял, да. Но только по-другому надо по-русски сказать. Ну, допер, да. Ну, да, ну, как по-русски сказать, начальник, да, увольняет своего под заключенного. И он ему говорит, что... Слушай, ты так плохо работал. А, сделали сам выводы. Вот, на сик, мы сказали, это сделать выводы. Поэтому, естественно, ицхак сделал вывод. То есть, он сделал выводы. Если 20 лет, значит, нету, тут что-то не то. Ничего дальше ждать, надо что-то делать. Окей? Почему? Да, до него дошло, кяки-рай. До него дошло, кяки-рай. Да. Вейтир-лэшэм. Вейтир-лэшэм. Да. Вейтир-лэшэм. 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 Да. Что она бесплодна и молился. Вот это не молился. Понимаешь, вот это вот то, что как раз объяснял Ханан-Парад. Что называется, вообще это не объясняет. Почему? Потому что, ну, в Иятер сказали, там он объяснил, и это непонятно. На самом деле. Почему? Потому что, если тут Вейтир было сказано, что он сильно молился, да? Вот и Палэль Бэмерс. Да. Как этот глагол может быть по отношению к Всевышнему? Но Всевышний не говорит, что он сильно молился. Поэтому тот же самый глагол, что он в другом мнении. Но вы помните, почему это что называется не объяснять, я не знаю. По-моему, это надо было объяснить. Значит, совершенно непонятно. Что здесь, в Иятер, в смысле, что он принял его апелляцию. То есть, вот здесь вот апеллировал, да? Вот здесь вот современный язык апеллировал, а Всевышний принял апелляцию. Там Патах, а здесь Сыгол, если ты видишь. Что-что? Огрословка. По-моему, точно так же. Другая. Ну, наверное, да. Правильно. Это, наверное, В-Е-А-ТР. Это, наверное, П-А-А. Я думаю, что это П-А-А или Д-А-ТР. Это В-Э-ТР. Наоборот, да. Там он молился, а здесь Всевышний принял. Здесь принял, да. Там В-Э-А-ТР, а тут В-Э-А-ТР. Да, да, да. Хотя Ханан Парад это, естественно, не устраивалось. Помните, там вот идея была с вилами. Что это как бы переворачивается решение. Тут у него другая. У него на первородстве он концентрировался. Ну, да-да. А здесь как бы штанзальц вообще-то пропускает. Ну, и какой результат был этого? Ветар Ривка и что? Да. Ну, и перемену Ривку. Да, его жена. Молодец. Замечательно. Аня, идем дальше? Да. Давай. Так. Так. Ветра Цецу. Абаним Бекерба. И как бы боролись дети в утробе ее. Безман... Так. Безман аэраон. Во время беременности. Эраен. Слиха. Эраен. Район. Хорошо. Мэйхар ют... Подожди. Ну, переведи все-таки слиха. Давай переведем. Ну, боролись ее дети во время... в ее утробе. Во время беременности. Да. Но все-таки, ну, вот если как бы поточнее, то есть бороться, например, лейтавэ, как бороться. Да. Вот от слова авак пыль. И Труццу от слова радс. Радс только еще царит. Добавляю. Они там так пихались. Они сильно пихались по кругу. Не нормально. Так дети себя не ведут даже близнецы. Было видно, что-то там такое происходит. Реально не нормально. Окей? Безмана и район. То есть во время ее беременности. Во время беременности. Да. Так. И после... Ну, как бы после этого, или после, как бы... Более того, стало понятно, стало ясно, что в ее утробе близнецы, и они не, в общем-то... Ну, это, честно говоря, я не очень понимаю. Это физиология инам-заим. Как это называется? Однояйцевые, что-то такое. Либо инам-заим. Это в смысле, что они с самого начала было понятно, что они сильно отличаются друг от друга. Они разные, да. Очень сильно. Ну да, что они разные, наверное, да. Слово заим непонятно. Что значит заим? Нет такого, что они даже делали то, что они визуально были не похожи двух на друга. Они как бы по всему отличались. Но, наверное, идея в том, что они... Есть однояйцевые, которые прям похожи-похожи. А есть двух, двое. Они могут быть совершенно разные. Ну да. Вот это, наверное, такая идея, что они не однояйцевые, то, что по-русски. По-моему, это так называется. Я не с большой специалистом. Да, да. Однояйцевые. Так, Кивен, Киван, Ше, Хашаревка, Шедавар, Махарик, так, Метрит, получается. Подожди, это обычный фильм, Матрит. Матрит, хорошо, Матрит. Матрахэшба. Правильно. Так, и поэтому Киван Паску, и поэтому Рюкка почувствовала, что это нечто особенное, какое-то некое особенное дело и как бы забеспокоилась происходящим в ней. Матрахэшcca происходя, да. В ней как бы. Вот омер им кэн и сказала, если так, им каша, кольках район. Такая тяжелая у меня беременность. Лама зе анухи. Зачем же почему здесь я? Можно сейчас объяснить. Лама ани. Меонье нет. Меонье нет бо. Какой у меня в этом интерес? Почему я в этом замешиваю? Почему я в этом заинтересован? Как бы не в этом заинтересован? Ну, видимо, почему меня в этом замешано? Или что, меня в это впутали вообще, в это дело, наверное. Зачем меня в это дело впутали, раз мне так тяжело? Это не очень понятно. Мне очень понятно. Так, ладно. Дальше. Так, вы олайгам. И даже так, или еще так, и даже еще так же. Им ацевелька ко меру-ба, меру-ба. Меру-ба. Ну, севель, это мужское, правильно? Страдание, страдание, тяжелое у меня страдание, или многое. Ну, если страдание так сильно. Так сильно? Да. Ма-ани хия. Нет, лама анихая. А, лама. А, лама анихая. Ну, да, отчем я вообще живу? Ну, то есть мне такая жизнь, да, я лучше помешиваю, чем так мучиться. Вот это более понятно, чем у ненок. Да, окей. Я говорю, у меня ненок, скорее всего, типа, а почему меня в это дело вмешали, запутали в это, меня впутали в это дело. Вот так, я бы сказала. Ну, окей. На них. И пошла она спросить Всевышнего. Ну, да, должно быть объяснение, к кому она пошла. И в то время, в это время были люди, великие, большие люди, которые, как бы, придерживались веры, которая была, как бы, как это, ну, веры, которая была... Которые придерживались вот эти... Семья Авраама. То есть семья Авраама. Я думаю, это понятно, почему это надо объяснить. Потому что иначе может сложиться впечатление, что она пошла каких-то идолов спрашивать, или каких-то, знаете, или каких-то колдунов. А поскольку такого, как бы, ну, мы предполагаем, что не было, вот есть такое объяснение, что она спрашивает, вот они какие-то люди, которые могли, как бы, это дело разгадать, но при этом это не были идолопоклонники, они были, вот, приверженцы той же веры, которая у Авраама, а именно какие. Так, Дугмата, Дугмата Малкицеда Камелех Шалэм. К примеру, при, например, Малкицеда Камелех Шалэм. Ну, он не говорит, что она пошла именно к нему. Ну, типа. Нет, ну, просто... Ну, говорит, типа, да, но... Типа, типа. Типа. Ревка Хипса, Ревка Хипса, Гораа, Невуитме Адам Казэ. И Ревка искала, как бы, пророческого указания от подобного человека. От подобного человека, да. Да, замечательно. Ну, хорошо, перейдем мы, начнем новую эсэ, как бы. Арслан. Да, хорошо. Арслан, вы можете читать Вайом Ирашэм? Да, да, да. Вайом Ирашэм Ла. И сказал, ей все вышли. Да. Шеней Гоим, Амим, О. Два народа. Да, правильно. Или... Мангей Гимн. Ну, это такое, по-русски очень, русскоязычному человеку трудно произнести, когда есть рядом Гэй и Гиммал. Это тяжело физически. Но, тем не менее, это слово, оно просто Мангик, это центральное слово, это лидер-руководитель. Ну, вот интересно, а Мима или все-таки Мангей Гимн? Ну, послушай, вот он объясняет здесь, Шеней, во-первых, что ты хочешь на Эгуи. Ну, не понятно. А вверх, не понятно, почему Вайома Рашемла? Она пошла сплашивать каких-то этих людей. Но они, по-видимому, передали как-то ответ от Ашема через нее. То есть она поняла, что это ответ Ашема, да? Ну, как бы вот так это разрешается. А что он ей сказал? Сказал то, Шеней Гоим. Это тоже не очень понятно. В каком понимании здесь слово Гоим? Здесь именно, именно Амим. Никакого отношения к евреям-невреям это отношение не имеет. Ну, понятно. Здесь Амим. Или-или. еще круче Монеги. Почему они первые самые? Монеги, они... Не, ну, понятно, что не может же у человека быть два народа. Иметь два основателя двух народов. Ну, да, два основателя, два лидера. И как же целый народ у тебя поместится? Да, да. Дальше. Бевитнех. Не может... Или два... Словно в животе твоем переводится. Вот Робби твои. А вот Робби, правильно. Есть такое еще русское слово. Ну, по-моему, так говорят по-русски. Дальше. И дальше. Мимиаих. И два... Два племени... Ну, здесь как бы... Ну, можно сказать, племени народа. Народа все-таки, да. И умим это народы, да. Мимиаих. Мимиаих... Ну, тут все перечисление внутри человека. Мимиаих вообще на иврите это кишечник. Но здесь опять это переводится словом чрево, утрово, все вот это вот. И парду. Ну, как бы... И пареду. И пареду тоже не фаль. Правильно? То есть они разойдутся. Мне кажется... Ну, сейчас он будет объяснять. Уже в самом начале беременны... Уже в самом начале, когда она еще была беременна, они еще не появились на свет, но уже было сказано, что уже там у них проходит это вот разделение. И настолько оно основательное. И дальше. Что объясняет Рафштейн Зайц? Шней? А, нет, слегка. Мияд? Ну, как бы он объясняет, что означает из чрева твоего выйдут. Ну, как? Выйдут и разделятся один правый, другой налево. Ну, вот это объясняет. Мияд лахар шетел диутан. Что это такое? Сразу после того, как... Как родятся тебе... Нет, ты родишь. Тилди — это ты родишь. Ты родишь их. Их, да. Бит-барер. Выяснится... Выяснится, что они... Что они... Да, что они рады, что они отличаются друг от друга. Этот от другого, да. Правильно, дальше и дальше. Олеом. Милеом. Ямац. Еамец, я думаю. Ямац, да. И тут, видимо, они не просто будут различаться. Ну, скажем, один волосатый, другой гладкий. А у них даже... У них борьба будет. Почему они в утробе начинают тусоваться там? Потому что у них борьба между ними идет. Вот это вот слово Ямац. Ямац — это слово Маамац. Маамац — это усилие. То есть они будут... Велиом, миллиом, ямац. Ну, как бы по прямому смыслу. Ну, на всякий перевод там на Талдот или где дальше. Но идея такая, что один, одна, один народ над другим, он будет как бы ямац. Они будут бороться друг с другом. Ну, Маамац, да. Он даже... Прива как это? Пересилит. Один другого пересилит. Пересилит, правильно. Вот это пересилит еще ближе, правильно. Вот сейчас что будет объяснять Штензальц? Амирева? Амирева бейнейхэм. Да, бейнейм. Бейнейм, нормально, да. Шаэш, да. Шаэд. Хасэ. Не, вот это вот, это только в контексте, правильно? Потому что иначе вообще непонятно. Можно почитать сэд, например. Но это шеат. А шеат. То ты. Потому что видно, что это глагол. Когда человек схватывает, что это глагол хаша, он понимает, что здесь написано шеат. А если не понимать вот этого в контексте, то он непонятно, как это прочесть даже. Что и шеат можно, да. Да. Шеат. Шеат. Хаше. Хаша. Ну, хаша, это просто как кана, как раа, как хаша, хаша, да. Кеат. Бебан. Бебитнех. Ну как, бетан, бетан, правильно? Это живот. Бебитнех, это в твоем животе. Корень здесь вот этот бет, тет, ну, а вот это вот бетан, это вы, а вот это кана, это женский род, правильно? И дальше. Шеат. Хаша. Кай. Бебитнех. Итак, мэрива бенеем. То есть вот расприя между ними. Слово такое расприя. Шеат. Хаша. Кай. Бебитнех. Которую ты сейчас чувствуешь в своем животе, чреве, как угодно. Я же пришла спрашивать, что у меня там такое происходит во внутренних. Вообще, блин, балаган, полк. Что они там дерутся вообще. Вот я объясняю. Шаат. Хаша. Вебитнех. Дальше. Тима. Шех. Тима. Тима. Шех. Это тоже, это нефаль. Нефаль будущего рода, будущего времени, женского рода. Отсюда вот этот тав, правильно? А вот этот вот ют нам говорит, что это пассивный залог, которая продолжится. Вот это Мерева, которая раз. Мерева, да, правильно. Правильно. Вот это вот Мерева, Тимаше. Все правильно. Ган. Алла. Алла, Алла, ты вперед. Которая продолжится и потом тоже. То есть, это не будет тем, что они просто при выходе один другому даст нокаут и все. Нет, дело не так, а это будет потом продолжаться. Окей? Дальше. Вераф, Агадоль, Яабок. Яавод. 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 Гацаир. Замечательно. Это нам все ступени продолжают, да? Что это не просто у них будут, они будут это сопротивляться, а что это будет долго продолжаться и еще результат. А вот теперь результат. Какой результат? Вераф? Вераф это старший. Правильно? Более того. Да. Вот, Скингалец объясняет, что не очень понятно. Раф это может быть типа там начальник, либо как мы сейчас говорим Раф. А здесь имеется Раф в смысле Гадоль. Гадоль, кто первый выйдет, такая идея. Кто будет старший? Вы Раф, имеется вы Гадоль, дальше. Что он будет делать? Вот это Цаир. Ну, будет подчиняться. Нет, подчиняться, наоборот, подчиняться младшим. Нет, будет работать на Цаина. Я вот на Цаина, значит, старший будет работать. Подчиняться, подчиняться, имеется в виду... подожди, напомнишь слово подчиняться? Я вот... Старший будет работать на младшего. Чем вам не нравится, старший будет работать на младшим. Он дословно просто... Ну, Я бы сказала, в рабстве будет. Я бы тоже... А вода же-то еще это... Нет, ну, здесь уж не да, но прямо рабство. Служить. Дальше будет служить младшим. Да, служить, служить. правильно. Служить. Ну, хорошо, служить. Собака. Я согласен. Окей, дальше. Гам-им. Гам-им-хем. Теоним. Да. Ахер. Эхад. Это далее. Эхад. Эхад. Мехем. Да. Йеце. Мерахем. 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 Имо. Лифней. Хаберо. Хаберо. Правильно, замечательно. Итак, как нам тут народ подсказал, старший будет служить младшему. И дальше. Как это объясняется? Так же, если они. Ты умеем. То есть, вот как бы непонятно. Я тоже это не понимаю. Физиологически. Вы значит старший. А если они близнецы, кто из них старший? Ну, по-видимому, тот, кто первый выйдет, наверное, такая идея. То есть, они близнецы. А, он объясняет. Вот это вот часто физиология. Несмотря, что они близнецы, но как вот получается, что кто-то старше, кто-то младше. да. Один из них вышел из утробы. Выйдет. Это будущее, да, и цель. Выйдет. Ну, смотрите, это физиология. Я не знаю. У нас уже было, писание говорит более, все-таки так, языком, не физиологическим. То есть, у нас было в животе, и так детям говорят, вот кто там в животе у мамы. Потом у нас было меаим, но это уже как бы кишечник, да. А сейчас просто рехем, рехем. Это то, что по-русски, по-моему, матка переводится. Вот это такая идея. Да, Можно опять сказать, чрево туда-сюда. Иметь неинтересно? Да, да, Ань. Что? Я сказала. Да, матка, да. Да, обратите внимание, что по-русски, близко от робота, да, вот это. Да, что по-русски, да, вот слово матка, но слово мать, по-видимому, ну, это самое близкое. Если же мы имеем ввиду, это слово рахманут, милосердие. Какая связь, не знаю, наверняка есть интерес. Объясняют, так и объясняют, да, что женское, как сказать, милосердие, это вот как мать там к своему ребенку, прям к своему ребенку, прям вот прям приятно. Сто процентов, сто процентов, сто процентов. То есть нам эта идея понятна, поскольку сказано, что старший будет служить младшему, должно быть определено, кто старший, кто младший. И это означает, что у них будет последовательность выхода из, как эти утробы матери. Окей? Хотя я тоже не очень понимаю физиологически, бывает ли так, когда выходят просто одновременно оба. Я не знаю этого. Но здесь просто однозначно будет, что один выходит первый, а за ним второй. Поэтому понятно, кто из них старше, а кто из них младше. Окей? Сейчас будем дальше. Понятно, что Иса вышел первый. А Яков, которого назвали опяточник, он держал его за опяток. Окей? Хорошо. Да? По-моему, Леня, правильно? Читай дальше. Разве я сейчас его тогда найду? Да, да, да. Леонид. Я найду. У меня опять все закрылось сейчас. Так, где мы? Ну, мы вообще в зуме находимся. Я не знаю, где. Я в курсе. Я нашел, да. Откни меня пальцем. Что-что? Откни меня пальцем в место, где мы читаем. Вот у меня красным стоит. Ты видишь? А, вижу. Давай. Да. 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 И пришло время ее рожать, и вот близнецы. Когда они стали вылезать, то видно, а, да, все совпало. Есть комментарий, почему вот написано близнецы без алифа. Да. Какой сокращенный актив, на котором наверняка тоже есть объяснение. Есть. Да. Но он по выбору что там хочет Тумим, это Теумим. Теумим, да. Но один из них грешный, другой правильный. Поэтому вот такой вот Ну, и... Наверное. Наверное. Бебедна. Ну, в животе ее. Да. Ваеца решен от Муни. Да. Вышел первый красноватый. Ну, да. Объясняется Оро, Оро, Гуфо, Адом, Мярагиль. Ну, цвет его, его цвет был краснее обычного. Ну, цвет кожи, ты правильно сказал. Оргуфо. Да. Цвет его кожи краснее обычного. Оргуфо это кожа тела его краснее обычного. Вот дословно. Вегуая на Хусе и он был весь покрыт кулу. Весь, да. Ке Адмонет Саар. Не, подожди, Адерет, Адерет. Ке Адерет Саар. Да. Саир Маот. Ну, Адерет это типа плаща, типа такого. Да, волосяной плащ, но, видимо, тогда было как-то принято ходили в таких волосяных плащах. Накидка такая. Накидка слегка, накидка, да. Понча. То есть Саир Маот. Да. Саир Маот. Вейкраш. У вас от Ипании вышел, то есть такого не бывает. А он весь покрыт. Вейкраш мой Исаав. И он был назван Исаав. Улай, мишум, шая, елет, гадоль, в Саир, вая, ке, ке, коль. Не, кивия холь. Кивия холь. Кивия холь. Исаави. Асуй. Ну вот теперь Саир. Асуй. Асуй. Почему его, по комментарию, что называется, почему его назвали Исаав? Откуда Исаав получился? Потому что он был большой и мохнатый. Нет. Вот его назвали Исаав не потому что от слова Саир, а потому что он был волосатым, как будто сделанным. Как будто уже он взрослый. Да, сделанный. Как взрослый человек. Как и маленький. Он объясняет, что Исаав от слова Асуй. Асуй был сделанным уже. В Ахар Мекен Пахарай Кен В Ахарай Кен Ахарай Кен И Еца Ахав Правильно. Ну а после его вышел, выходит его брат. Да. Выходит именно. Да. В Гам Безуто Ира. Помните, у нас было Меура. Вот Меура, то есть со словом русского Мура ничего нет. Меура было событие, а Ира это произошло. Да. Да. И до Охэзет Бе Эков Эсав. Правильно. Бе Крашму Яков. Со вторым тоже была непонятность. Да, заморочка. Заморочка была, да. Он рукой держится за пятку Эсава и назвали его Яковом, то есть Пяточником. Ну да, то есть там повивали на этой самой тетке. А этот Асуй Исав. Это что, за Экив держится? Яков Муешь. Да. По-простому. Да, все это. Ну хорошо, мы к Ане переходим. Наверное. Леонид еще кусочек там. Ну хорошо, я начну еще одну фразу. Кан Ара. В Ицхак бен Шишим Шана Б Раладет Отам. А Ицхак 60 лет в рождении их. Кан Ара только я пропустил, меня тут ватсап щелкнул. И Ара это дополнение. Пояснение. Ну как бы примечание. Правильно. Вот Иарот Шулаем то, что по-русски называется примечание, да, вот Иарот Шулаем это эти самые поля. Это заметки на полях. Иарот Шулаем. Окей. Да. Ну да. То есть чему-то надо было это сказать. Чему это было сказано. Киван Шина Са Эдревка Шая Бен Арбаим Авру Ислим Шана Ач 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 Ая Нет. И И Ач Елда. Ему было 40 лет. Ну да. Просто арифметика. То есть надо было говорить, что он Шишим. Но как бы мы сами можем догадаться. 40 плюс 20 60. Ну видимо подчеркивается. Окей. Ну все. Я отдаю образы. Давай образы. Давай образы. Если бы не сказали бы, что было 60, непонятно было, сколько времени прошло. Да. Да. Правильно. Молодец. Правильно. Эти 20 лет выисчисляются из того, что он 40 плюс как есть сказано 60. Окей. Потому что он женился в 40 лет. Значит прошло 20. Правильно? Такая идея? Да. Ну хорошо. Окей. Считаешь? Да. Вайгдалу Аннеурин. И выросли выросли юноши. Да. Отроки. Ну отроки. Ну как они? Нет. А то сейчас это не будет. Ладно. 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 А не ва. Ва на ва. Ше би. Ше би. Ше би. Би сера получает. Би сра. Би сра. Пи эль. Би сра. Би сра. А не ва. Ше би сра. Ше дри. Ше. Дри. Ну не дри. Даркэгем. Не драть все. Ну ладно. Даркэгем. Даркэгем. Да. Эфреду. Дайте одну вещь скажу. Дайте я вам скажу то, что мне помогает. Десада. Почему здесь написано два юда? Два юда пишется для того, чтобы сказать тебе, что это юд. Что это юд. Я поняла. Это нефаль. Нефаль. Да. Это нефаль. Ифаль надо сразу подставлять формулировку нефаля. И парду. Все. Парду. Все. Хорошо. Эфреду. Пардон. Пардон. И парду. И парду. Вот. И значит это пророчество Невуа, которое было передано. Нет. Писра это Невуа. Это просто пель. Невуа, которое пророчество. Порочество, которое передано. Писра. Которое передано Шедра Даркэгем. Что их пути разойдутся один от другого и пройдутся. Да. Что их пути разойдутся. Ахэн и ткээма. Стало действительно сбываться мечтало. Да. Лэцат Милуй ХВТМ Адамот Бэ Мизгэрет Амишпаха. Так. Лэцат со стороны как это? Со стороны Лэцат Милуй это в смысле их долга по отношению их занятий. Ну да. То есть дополнительные или как-то к тому, что у них были обязанности семейные. То есть внутри семья они выполняли обязанности. Ты дров на колени, ты году принеси. А кроме того у них вырисовались Бэмэшек Абайт Аклаюр. Аклау. В домашнем хозяйстве, ну и как бы в сельском Баклаут Хохла это же сельское хозяйство. В общем, по дому в христианской труде. Ну, садо при учебном участке. Окей. При усадебном участке. А именно там. Ну, оказалось, что у них другие есть наклонности. Да, у них разные, да, разные дела. Вэхэлло Эхэлло Эхэлло это такой блок. Это началось. Правильно, началось. Эхэлло 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 Исаф был человеком охоты, знающим, подпонимающим в охоте. Ну, спец в охоте, да, юдей цаит. Специализирующим, да. Специализирующим в охоте, да. Так, а ты мне так, где он сделал? Что я сделал? Дмут, так, дмут. Какое-то слово там хитрое. Классное слово. Харпактан. Арпатканит. Арпатка такое слово какое-то трудно произносить. Я посмотрела, кто-то типа... Авантюрист. Авантюрист, да. Арпатка – это приключение. Арпаткан – это даже не просто приключение. Когда человек говорит, вот, говорит, со мной заключилось приключение. Вот это вот слово Арпатка. То есть это не то, что он там пошел в путешествие и все. Арпатка – это, если уйдет, целый Арпатка. Отначает, что это непростое. Взял, влез на пик коммунизма и раскрыл крылья и полетел. Это Арпатка. Что-то такое, это ненормально. Поэтому, говорит, что он не просто был спец по охоте, как капкан поставить. Он такой заводной чувак был. То есть он там, в общем, занимался этим со всей душой. Понятно. Что он не удовлетворялся, получается, работой, ну, делом семьи. Либо своих крыльев, как это, близкой работой. То есть работой своих близких. Наверное, да, правильно. То есть он не хотел просто огурцы с картошкой сажать. Он хотел что-то другое. Обычными делами, которые ему занимались. Да, он был более крутой. А выходил, как это, ловить животных. Животных, правильно. Вот. Иш сады, человек поле. Иш а сады а гадоли. Ну да, говорит, человек, большому человеку большое плавание. А мерхав. Человек большого, больших, ну, как, большого масштаба. Ну, я знаю, мерхав, я думаю, пространство. В смысле, что он не хотел вообще. И то, что он вышел там в поле кого-то, не знаю, перепелку поймать. Он ходил, ходил. Он ходил, а потом возвращался сколько-то времени. Как вот сейчас будет история. Он пришел весь просто вне себя. У него никаких сил не было. Этот человек после того, как он там нагулялся вообще-то, да? А наоборот, что с Яковым? Яков и Штам. А Яков был человек про простоты простой. Да, у нас же было целое там, что-то про это слово. Да, да, да. Ну, простой, не значит, что простак парень. Потому что иначе Яков все-таки это... Он был простой в том смысле, что он арпатка... Вот я думаю, простой это арпаткой. Он арпаткой не занимался. Все. Булот замечательное слово. Он не был, он заинтересован в занятиях, ну, сказано, Эктор Булот, это какая-то хитрая селевая. Да, да, да. Я бы по-русски назвал перипетии. Вот перипетии это Техбулот. Вот так. Он не заинтересован в перипетиях охоты. Ну да, там же как бы надо гоняться, ставить, то все, целая история. Правильно, Техбулот? Надо понять, куда зверь бежит. Ты с него туда заходишь, ставишь капкан, он выпрыгивает. Ты его обошел, зашел. Вот это все называется Техбулот. Когда говорят, например, что врага надо побеждать не лоб в лоб, а Техбулот. Что значит Техбулот? Техбулот означает, что надо всякими хитростями, да? Ты ему сказал, что я тебе в лоб буду, а на самом деле сбоку зашел. Всякие такие штуковины. Окей? Вот объясняет, что такое Техбулот, кстати. В засаде в засадах. Да. Тминат. Тминат скрытых. Тмонат, написано Тминат. Малку. Малкудот. Скрепить ловушку. Да, латмин, латмин. Это вот тоже такое слово, но менее часто. Это что-то спрятать. Ну да, скрывание. Ну да, лаотмин означает, вот у меня что-то есть, но я от тебя это скрываю, да, он скрывает от него информацию, но вот лаотмин это физически взять что-то спрятать, например, матмон клад, матмон клад, и то, что сейчас, например, сводки военных действий, все время, например, от этого слова и слова мит-ан, мит-ан, а нет слеха, Нет, лаотмин, надо сказать, все равно, лаотмин мит-ан, лаотмин мит-ан, это означает подложить взрывчатку, то есть это что-то явно связанное, поэтому тут написано Малкудо, то есть эти капканы, да, или как это, селки, а селки как-то по-русски было, селки, по-моему, а селки что-то такое было Нет, селки, селки, вот эти селки, их надо как-то спрятать, чтобы зверик не видел, вот это все называется так было, да, а он, в отличие от этого, он кто? Йошеф Уалим Йошеф Уалим Жил, как сидел в шатрах Сидящий, то есть Шатра сидящая Ишбэй, человек дома Да, вот домосед, вот Ишу Алим, это домосед Или, или, потому что могут быть действительно Уалим Какой? Роэ, Мумхэ, Бегедуль Цон И, как бы, человек, ну, специалист, пастуха, специалист в этой Скотто чего-то, скотто, скотто Ну, а овца, овца, овца там всякие, мелкие-мелкие скоты Ну да, почему, потому что Йошеф Уалим Это домосед Можно сказать, Йошеф Бай А, Бегедуль, Бегедуль, это выращивание овец Ну да, скотовод, ну, по-русски это скотовод, наверное Скотовод, да Окей Животновод, кстати, может быть, животновод И вот другое слово Ну, собава, да А вот Ицхак странно вообще Ну, что, чтобы любить такого домоседа вообще Который при тебе, поймайчик Вот он почему-то другого полюбил Окей, это вот история Авраама и Шмая Это тоже непонятно В Йошеф Ицхак Эсав Кицаид Бепиф И любил Ицхак Эсава Ибо охота, ну как Охота во рту его Вот так получается Вот это вот Это совершенно загадочная фраза, да И главное, что он знает Не сильно это объясняет Почему он улюбил Ицхак Эсава, да Ну, царь Бепиф Ну, не то, что он приходит У него И в зубах И куропатку несет Это больше на Охотичьую собаку похоже А царь Бепиф Это, в смысле Попростов, значит, что он приносил ему Еду Не даром там Его же Ривка подослала Говорите, навяжите шкурки туда-сюда А я приготовлю еду Да, это она Якова сказала И как бы вообще Такой образ вырастает Который, честно говоря, не очень похвальный Что Ицхак, Авину Да, праведник И все Что он как бы любил поездить Как гурман был Вот и поэтому он любил Поэтому Раша, если вы помните К этому месту Он пытается Он говорит, что он Типа его хитрыми словами Там обманывал Бепиф, он объясняет Он приходил и говорил Вот я не помню, что там говорят Это что-то такое Какие-то анахот Анахот хитрый, да Про соль там что-то было Затки галактические вопросы Типа его это интересует Типа его это интересует Вот типа, если я делаю так То вот там что-то про соль такое было Я не помню Как десятину соли из соломы Да-да-да-да-да Он что-то такое задвигал А Ицхаку нравилось Что он ему такие всякие Умные Умные, да Что он такой парень Который хочет закон соблюдать И все Окей, дальше А Ривка, что с Ривкой? Ривка у Гавидафьяков Ривка любила Якова Ну, что он знает Очень хорошо по-простому объяснять Почему? Это хэн Мэ шэмешун Шэхай бэбэйт Бабай 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 Бэс муха Он меня признает Плохо будет Она говорит Все Я все беру на себя То есть он был такой поймальчик Все Сидел в шатрах Учил Тору там Ну, может быть Что-то вот Овечками занимался А Исам был такой отрывок Окей? Комментарий Раби Натана Ну, хорошо Арсан, да Еще чуток прочитаем Да, да, да Хорошо Махивон Шэяков Мацуй Марбэ Арбэ Бабай Махивон Шэяков Мацуй Арбэ Бабай Аня, Леня Как это перевести? Находишься долго дома? Поскольку Из-за того Махивон Из-за того Из-за того, что Яков Он вообще, говоря Находится Долго находится дома Мы же сказали Он домосед Он все время дома Но не торчит Но находится И поэтому он там что делал? Что он сделал? Боязет Боязет Это не очень понятное слово Да? Ну, он обязательно Слово пишет Он там кулинарил Кашеварил Вот он что-то такое сварганил Там Поскольку он дома был Он еще и кашеварством занимался Что он сварганил? Бешель Яков Сейчас, минутку У меня тут исчезло Ну, хорошо Пока появится Я думаю, что его окно Просто перекрыло Бешель Яков Назид Яков сварил Назид Кто такой Назид? Пахлебку Грубо говоря А, марак Да, супчик Супчик, да Ну, я думаю, что такой супчик С кем-то такой Густой Ну, густой Супчик Фасолевый супчик сварил Да? Окей Чечевица Это чечевица Это не фасоли Ну, хорошо Саба Другая вещь Аслан, а вы нашли? Да, да, да Хорошая Да, и читаем дальше Боевой саб Минас Да Саб с поля Ну, он приперся с поля Хорошая объяснение После того, как он что делал У нас уже было слово Итруцец Ну, он мотался, я бы сказал Типа набегал А почему он мотался? Потому как он набегался В полю, да? Ну, самое-то главное Почему он голоден был? Оказалось, что не нашел пищи А жрачки-то не было О! Он пришел Все наобессиленный Потому что, все-таки Идея, что он это сам Цайдом занял Пришел себя прокормить Наверное, такая идея Он там где-то шашлык По дороге делал обычно А тут ничего не вышло Бегал-бегал Целыми днями И все Пришел дико Не написано, что злой Я так подозреваю, да Самое главное Что дико голодный был И полностью обессиленный И вот это обессиленный Как написано? В.У. В.А.Е.Ф И он уставший И он, да А.Е.Ф Да, уставший Даже вот Нас объясняют Больше, чем уставший Что означает уставший? Не просто человек Вытерпот сказал Вау, ну я набегался сегодня Круче вообще Как круче? Что это же такое? Мутаж Мутаж это вообще обессиленный Мутаж это обессиленный Мутаж это обессиленный И обезжаждущего, да Да И кроме того Дико хочет пить То есть мало того Что он обессиленный Жрать охота дико Так, грубо говоря И пить охота Ну то есть Все И куда вам На запах этого котла Да На запах этого котла Пришел Вот человек говорит Да Вот он говорит Вайомер Вайомер Исаф Иль Яков Халийтэну Аль-Итэн Это такое сложное слово Оно часто не встречается Это Аль-Итэн Это нахлебай меня Только это Покорми Покорми Даже круче Это Я раскрою В рот положи Да, да, да Я раскрою рот А ты мне туда налей Потому что ты говоришь Это Марат У него нет сил вообще руки поднять Это то, что сейчас Объяснится И что он знает У него нет сил Ложку поднести Тарелку Он говорит Слушай, я просто Полностью Кому Я открою рот И просто Мне туда накидай Все Такая идея Да Как объясняет Как объясняет Что за слово Аль-Итэн Ахэль Ахэль Накорми меня Пожалуйста Из Красного Красного Этого Ну да Из этого Красненького Из этого Он видел там В котле Красное Пузырится Вообще Полный кайф А он В полном Раздраем Это Он ему говорит Он не знает Что точно Что это такое Ему так понравился Твит Он говорит Слушай Ну кроме того Наверное то Что он сам по себе Красный Ну не знаю Может быть Там есть комментарии Что он там Кого-то уже убил В этот день Он вообще занимался Ну хорошо Ну это высокий полет Ну это высокий полет Мы сейчас этим Он Он Что-то красненькое Красная Мерещица Почему Она же не красная Пахнет Она коричневая Такая Ну а тут написано Ну что Ну вот Поэтому ему Мерещица красная Что он весь Самый кровожадный Был Ну послушай Ну может быть Он перчиком Палашил Полный кайф Полный кайф Что как дальше Исаф Исаф Ло Йода Не знал Мегу Атавшиль Атавшиль Адом Шефсир Шефсир Да Вот это близко К тому Что я сказал Как это Исаф Ло Яда Я же объясняю Слово Адом Адом Почему он не сказал Еще видно было Что это Вот этот марак Да Мезит Адашим Он должен был сказать Слушай Кто-то Адашим Сделал Дай мне Адашим А он как странно Говорит Адом Адом Почему Потому что Исаф Ло Ядама Атавшиль Адом Шефсир Исаф Что не знал Не знал Что Что это за Как это называется Блюда Блюда Да Блюда Правильно Блюда Тавшиль это блюда Это от слова Лавашель Да Ну как бы Варенка Что вот это Ну блюда Вообще Правильно сказать Блюда Хотя по-русски Блюда Это то что Официант в ресторане Здесь это то Что у тебя тут Сморганил Такое Это от слова Тавшиль Да Окей Например На иврите Сейчас Когда есть Ну понятно По-русски Тоже Два вида еды Либо вареная Либо жареная Правильно Жареная Это метугав Овлэ тагэм Шарен А Тав Ну Ну Может я не про Ищет Сказал Ладно Вытерите Что-то я Подзабыл Ну хорошо Лавашель От этого слова Слово Лавашель Лавашель Это просто Готовить еду Ну вареная Вареная Получится Ну да Поэтому я тебе говорю Самая близкая Что это за красная Что это за красная Что это за красная Вареная Шебе сир Ну в котле В кастрюле Которая В котле Он не бился В котле Он бил Кострюле Красная Почему Почему Она объясняет Почему ты наглотай меня Не просто Дай мне Вот там Налей мне Не знаю Во что А почему Почему она Такая странная ситуация Что Он видимо Рухнул На стул И сидит Просто полным Изнеможением И говорит Я полно Открываю рот Давай целевай Дальше Почему Подожди А вот это Правильно Нет Подождите Мы пропустили Потому что Устал я Устал я Да Ну да Ну да То есть Я ложку Не могу Поднести К рту Даже Да Ну да Мне так Я до того Встал Что Кошели Тяжело Мне Ну грубо Поднести Ложку К рту В этом идея Почему Мы объясняем Почему Такой странный Благол Аль и тень Окей И почему Он говорит А дом А дом Все как бы Схема понятна Правильно У нас Аня осталась Ну хорошо Аня Давайте Прочитающий кусок На этом закончился Даже если Это Глеонид А Лёнь Ну давай Прочитай Кусок И закончим Что-что Где К ней пальцем Вот Векен 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 Мвотара Векен Мвотара Приводится Приводится Ссылка Да Примечание И вот на этом месте Примечание Какое примечание Алькен Караш Мо Эдом Да Откуда он Эдом Да Откуда Ну вот Потому что Вся эта история С Красно-Чечевичной Покопа Ну да Кличку Короче Кликух Ему приклеили Кликух Да Ну это событие В связи с которым Связалось Ну Связалось с ним Да Адом Адом Азе Красное-красное Это Приклеилось к нему На все годы Его жизни И на И на поколение После Ну На поколение После Да Стало Стало ему Да Стало ему Для него Вторым именем Ну не вторым Послушай Ты придумал Киною нердаф Нердаф Это гоняться Киною нердаф Кличка По-русски Было ужасное слово Кликуха Ну вот что-то типа Кликуха Ну Поскольку Ты обратился Ко мне с просьбой Я тебя тоже попрошу Я тебя тоже Да Как это Алаверды Алаверды Да У меня это Просьба У меня тоже Такая небольшая Просьба Макарали каем Микра каем То есть Акшав То есть Сейчас Да Продай Не сейчас Это Это Бахаратеха Али Да Твое Первородство Мне Да Он говорит Сейчас То есть На самом деле Это вот слово Там Не очень Все-таки Там То есть Он как бы Врубился Что Подходящий Да Тому Все пофигу Тому все пофигу Ему хочется пожрать Он устал Какое че Рассуждать о будущих поколениях Кому что достанется Нации Кто будет лидером Все Ему все это пофигу Он человек Всего Всевышние минуты И Яков Грубо говоря На этом играет Он ему говорит Давай Все Нет проблем Я тебе сейчас Нахлебаю Тебя Но только Давай У меня тоже Небольшая просьба Такая есть Продай мне свое Первородство На что Исаф Говорит Естественно В районе Исаф Не анахи Олег Ламут Да И говорит ему Исаф Вот я умираю Вот Прямо сейчас Чертовский устал Я бы сказал Спецназ Перевод Чертовский устал Я зверски устал Я чуть чувствую Что вот Упаду В обморок Ну кончись Лидмутет Это такое слово Вообще Нехорошее Когда человек Упасть в обморок Ну упасть Да Упасть Лидмутет То есть человек Нормально стоит На двух ногах Как всем И слава богу А если не дай бог Что-то происходит То называется Что он Мидмутет Мидмутет Это означает По-русски Потеряй Потеряй сознание Ну потеряй сознание Это едет акара Все-таки Понимаешь Здесь Лидмутет Человек типа Рухнул Все Вот Лидмутет Значай человек Из вертикального положения Перешел В какой-то Типа горизонтальном Это называется Лидмутет То есть стабильность Кончилась Окей Пускай будет Да Для чего мне Это Перевородство Ну да Я кончаюсь Вообще Чем мне Перевородство Сейчас Ну пожрать Надо И все Да Гам им Карух Бабухура Цад Крикали Кольшеву Гуй Измамеш Рак Баяц Те Орахок Ваилу Исав Цад Хайот Басады Эйнино Адам Шэ Хошэв Не Подожди Мы хушав Мы хушав Ну Логически Прощитывающе Амитахнет Духниют Орокот Твах Даже Если Это Перевородство Имеет Некие Экономические Выгоды Это все Дело Далекого Будущего Реализуется Итман Оно Все Реализуется В далеком Будущем А Исав Который Ловит Зверей В поле Человек Настоящего Он не тот Человек Который Строит Далеко Он не программист Он не программист Он не программист Да Он далеко Идущие планы Не строит Мне кажется Он немножко Пишет С таким Издевкой Потому что Это все Относится К программистам Мы хушав От этого Слово Махшеф То есть компьютер Метахнен Метахнен Это человек Который Программист Что он делает Метахнен Тохниот Тохниот Это то что по-английски Софт называется Все окей А рука Твах Да Ну то долгосрочное То есть грубо говоря Ему долгосрочная перспектива Ему сейчас все это пофигу Ему хоть и хочется пожрать Я предлагаю Давай Чтобы закончить На хорошей ноте Вот давай А Ну хорошо До этой точки Да Хотите Дай Ане Какой-то момент Давай ты Давай ты Че Куда Че Поема Так В Йомер Исаф Не Не Исаф Яков А вот Ага Лам Иска Вижу В Йомер Яков И ныне Мистапэк Ле Ахразатэйх Ахразатэйх Зу И говорит Яков Как бы Не удовлетворен Я этим твоим Заявлением Ну да Тотя говорит Да Бери нафиг Мне это и нафиг Не надо Он говорит Нет Постой Кемского Кемского Да забирайте Ну да Нафиг мне это надо Передай мне так подожать И все Он говорит Нет Атиш 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 Ты равнодушен К твоему Прилородству То есть я понимаю Что тебе пофигу Но так дело не пойдет Да Ишафа Ликайом Поклянись мне Сейчас Сегодня О Ишафа Слово Шева Да Ты мне поклянись Сегодня Поклянись Ше Что ты передаешь Его мне Ну ее Бехора В смысле Да Ну ее Да Ее Первородство Да Да Вейшава Ло И поклялся ему Поклялся Что переворотство Передано Передается Ему Да Веймкорат Хоратол Яков И продал Первородство Якову Сейчас скажу Итахэн 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 Шэн Эзит А Дашим Хая Атмура Шая Атмура Лэбхура И похоже Похоже Или видно Что это вот Это знак вопроса Может быть Сейчас он будет Другое мнение Приводить Может быть Что эта похлебка Была заменой Первородству Обменом Обменом Атмура То что человек Получает Неравноценный Уж больный Обмен Какой-то Такую фигню За такой вопрос Серьезный Такой фигни Да Так Ламэ Шэн Шэн Зит Ну возможно Что эта похлебка Шэгая Хэлек Мэмазон Амешпаха Была частью Питания Пропитания Рационно-семейного 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 И иной Так Иной Невозможно Шэймкор Аль еды Аков Лэ Ахав И Невозможно Чтобы она была Продана Через Якова Его брату То есть Она не принадлежала Якову Она принадлежала Семье Поэтому Сейчас будет Несколько Другое объяснение Это И так Это И так И так Кэн Шэйсаф Макар Лэ Макар Слиха Макар Макар Лэ Ков Это Бхура Тмурат Ташулэ 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 Это как увидимость написана за мясный суп. Мамши, вот, настоящую плату. Мамши, да. Что дается, что дало, что за ненастоящую плату, которая давалась, как это, давалась сразу, или была обещана в то, как это было. Ну, в Дома Амата, да в этой ситуации, при этом стоянии, в этом положении, в этой ситуации. Ага, вот так, вот такой интерес. Ну да, то есть он ему сказал, хорошо, нет проблем, я поем, а между ними за сценой еще было, он сказал, понятно, что я тебе еще там за это что-то такое дам, двух овечек или там деньги какие-то, потому что, ну, сказать, что Марак, это не что-то реальное, что я как-то подавал. Поэтому трудно, чтобы он просто так поймал. Очень может быть, что он еще заплатил ему за что-то. Ну, общая схема понятна. Ну, хорошо, мы остановимся здесь? Ну, да. Нам остался только вот этот вот кусок. Ну, давай добьем его. Давай добьем. Вот остался только этот кусок, и все. Это вот история, которая к тому, что мы читаем в Ханан Парата. Ну, хорошо, Арслан, тогда вперед. И Яков. Замечательно. И Яков дал Исаву хлеб и похлебку. Ну, вот эту чешевишную похлебку, то что называется, да? Яков. 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 Правильно. Кешем. Шену. Ногим. Ногим. Ликобо. Ликобо. Ликобо, да? Ликобо. Сау. 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 Ликобо. Ликобо. Си. Си. Юмо. Юмо. Шель. Киньян. Киль. Кольшево. Это вот сейчас Штензальдс будет объяснять тоже такой ситуации, что вот как бы вся эта идея с похлебкой, это была только церемония. За этим стояла какая-то реальная продажа. И тогда, идя по этому, он сейчас будет объяснять, а тогда это, по-видимому, вот эта вот еда, то, что Яков дал, это не была плата за бахура первенства, а это было что-то другое. Итак, что? Яков дал Исау, что? Да, хлеб и чечевичную похлебку. Да, хлеб и чечевичную похлебку. И тогда вот, идя по-предыдущему, Штензальдс продолжает дальше. Накормив его, да? Да, он его накормил, да? А почему он его накормил? Вот тогда он объясняет, как это объясняет? Кэшем. Как-как. Кэшем это как. Или так же, как угодно. Так же, как... Так же, как и... Так же, как принято. Но Агим это принято, да? Принято, что делать? Ликбос и удар. Да, это пища. Нет, назначать... Воспогабливать трапезу, когда им сиюмошит Кинян Кольшеву. По окончанию какой-то сделки, правильно? То есть, так было принято и так сейчас принято. Дали по рукам, потом говорят, Вась, давай выпьем, давай, тащи закуску. Сбрызнем. Сбрызнем, правильно. Вот оно то же самое. То есть, это идет все по линии, что это похлебка, это что-то такое было. Либо это сиудат, либо это был сиудат митцва. Как бы, да? То есть, они были... После этого было принято вообще какой-то едой завершать сделки. А не так, как это обычно воспринимается. Это открыл рот, это ему нахлебал. Ну, и как бы он пронял известное выражение за чивичную похлебку. По-видимому, это не совсем такая ситуация была. Дальше. Беквият сиуда заира. Это что означает? Установлением. Перевожу дословно. Установлением этой какой-то минимальной трапезы. Заира это минимальный. Когда всякие говорят, там, чип какой-то в макшеве. Заира это очень маленький. Вот при установлении этой, ну, в данном случае, какой-то небольшой трапезы. Он не стал там стол накрывать и все. Ну, да, просто скромно было. Он ему хлеб дал и этот чивичный похлеб. Но, тем не менее, он называет сиуда заира. Зот. Да, эту. Дальше. Мэватэ. Что такое мэватэ? Выражает. Биту – это выражение. Правильно? Мэватэ яков – это ковы – арош. Ков – это уважение, да? Правильно. Совершенно правильно. Яков выражает. Ковы – это арош. Это как бы, ну, серьезную голову. Грубо говоря, уважение. Он ему выражает уважение. Шибу уруэ – это кния табихура. Вот уважение. Потому что его. Серьезность, с которым он относится. Вот, роэ, да? Это кния табихура. Покупки первых. То есть, Яков все сделал чин-чин орел. Не просто ему там нахлебал. Сказал, все, Вась, договорились. Пошел вот. Сказал, нет, сядь, сделаем все как у людей. Все, поешь. Нормально, хорошо. Сейчас я тебе еще вот стольник принесу. Все, мы с тобой все договорились. Вот такая идея. Окей. Дальше. И поел Исаф и... Поел, попил, да. Ну, тут вставляет Исаф, чтобы понять, кто это. Ну, как бы и так понятно, что это Исаф, да. Дальше. Ит-о-шеш. Вот это хорошо. Вот это вот ит-о-шеш – это антоним к ит-мотет. Ит-мотет, мы сказали. Человек вертикальный, не дай бог падает, ит-мотет. А что такое ит-о-шеш? Ит-о-шеш, упал, пришел в сознание. Ит-о-шеш, человек раскрыл глаза и говорит, вау, а что тут такое? Оклемался. Оклемался, да. Вот чувак оклемался, да. Там он вырубился. Ис-мот оклемался. Он оклемался. И что? Это он с юмором пишет. Веквар. Веквар. Они. Олег. Эй, ну, лех ламут. Он оклемался. И что? Опаньки. А он не умирает. Он не умирает. Тут он уже загибался прямо, а вот он теперь не умирает. И поскольку он уже не умирает, а оклемался, что он сделал? Ваяком. Ваяком, правильно. Ваяком. Да, ваявез. Ваявез. Абихора. Правильно. И встал. Встал и пошел. Да, это вот как бы кончался. Но, видимо, оклемался после еды. Да, что? Ну, а дальше резюме всей этой истории. Ваявез. Ваявез от слова беза. Беза это в смысле по-русски называется призрел. Хотя на иврите слово беза это то, что... Отверг. Я тебе скажу, когда воины сражаются, особенно это раньше было, да? А, граб. Это когда... Мародерство. Мародерство. Мародерство, правильно. В данном случае ваявез это по-русски переводится призрел. Призрел. Исав. Это был ураг. Он призрел свое первородство. То есть как бы... Ну, отверг, призрел. Все. Понятно. Дальше. Как объясняет Штензальс? Афальпи. Афальпи шизахер это хамихира хи. Ахая. Амаасе мегу... Мегухах такое слово. Мегухах. Да, замечательно. Беэйнаф. Да. Асер. Теом. Там. 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 Ва. Мешмаут. Мешмаут, да. Вот непонятно, почему... Как объяснить слово здесь ваев, ваявез? Как бы непонятно. А чем он призрел? Есть у них произошла сделка? Как бы нормально, да? Он оклемался. И что? И пишется... Афальпи шизахар это махера. Так как вспомнил... Смотря на то, что он как бы запомнил эту продажу. То есть он уже помнил, что он потом как бы Якову говорит. Да? Это вообще была известная история. Лаван тогда, значит, ему Якову вставляет и говорит. Ты что вообще? У нас так не делается. Правильно? То есть это была известная история. Но почему сказано ваевез? Он встал. Вытер эти самые рукавом головы и сказал. Да, че хрен с ним нафиг мне-то сдалось. Вот это ваевез. И дальше. А я маосе, мегухах бейнаф. Вот это маосе, как вся эта ситуация, все это дело. Мегухах – это смехотворно. Однозначное слово. Мегухах – это смехотворно. Оно было смехотворно в его глазах. Несерьезно. Да? А что такое мегухах? Он объясняет. Хасар таму мушмау. Там, там. Это дословно, это когда едят. Есть тоже слово там. Тес. Тесде. Вкус. Да, но еще на иврите часто говорят слово там в смысле смысл. Те че говорят. Ну, матам шелядаваразе. В чем смысл этого дела? Поэтому здесь понятно, что это не вкус. А имеется в виду, что он, это было, вся эта история была лишена нуждой смысла. Да, смысл и мушмаут. Мушмаут тоже. Ну, хасар в смысле, в том смысле, что отсутствовал смысл. Да, смысл. Сто процентов. Да, да. Это объяснение к слову ваябэст. Потому что иначе непонятно, а в чем это без асоключалось. Окей? Ну, здорово, мы как бы на одном дыхании все это прочли. Замечательно. Значит, мы с Божьей помощью в следующий раз вернемся дальше в Канан Парату. И через Равина Штензальца мы как бы еще лучше поняли всю эту ситуацию. Собору. Хорошо? Да. Ну, все. Ну, все.